Продолжение следует... Меня зовут Наталья, мне сегодня помогает Виктория, и мы будем говорить о событийном туризме в Кузбассе. Это один из основных видов туризма сейчас в нашем регионе. В Кузбассе есть яркие, интересные события, которые собирают более 60 тысяч гостей. Что такого особенного в Кузбассе, чем эти события привлекательны для туристов, чем мы впечатляем, удивляем, об этом мы сегодня будем с вами говорить. Будем доказывать, убеждать и приглашать вас в гости. Начнем с матчасти. Повторим для тех, кто давно не был в Кузбассе, либо никогда не продавал туры в наш регион. Экономико-географическое положение нашего региона. Это юг-западной Сибири. Юг-западной Сибири. Сейчас достаточно... у нас есть плотная полетная сетка с различными регионами России. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и так далее. Карту вы видите на вашем слайде. Расстояние от Москвы до Кемерово 4000 километров. И приблизительно 4 часа составляет время полета. Разница во времени плюс 4 часа. То есть сейчас у нас 4 часа в Москве обеденное время. Кроме того, обращаю ваше внимание, что ежедневно рейсы есть из Кемерово, из Новокузнецка, городов Кузбасса, до города Новосибирск. Это крупный транспортный узел, где возможны стыковки с рейсами в другие города России. Следующий слайд. Наши соседи – это области Томская область, Красноярский край, Новосибирск, Алтайский край, Республика Алтай, Хакасия. Если мы рассматриваем с вами проезд по железной дороге, то по северу области проходит Транссибирская магистраль. Вы можете приехать непосредственно в города, расположенные на Транссибе, в том числе в которых проходят и крупные события. Мы об этом скажем чуть позже. В городе Кемерово и в городе Новокузнецк у нас работают два больших аэропорта международных. Аэропорт в городе Кемерово проходит сейчас реконструкцию. Терминал аэропорта реконструирован в 2021 году. Носит имя нашего земляка Алексея Леонова. Удобный, очень красивый терминал, который сам по себе является уже экскурсионным объектом. И заканчивается в этом году реконструкция терминала аэропорта в городе Новокузнецк. Аэропорт носит имя тоже еще одного летчика из первого отряда космонавтов Бориса Волынова. Поэтому вот такое космическое путешествие, скорее всего, мы тоже сможем в ближайшем будущем совершить в Кузбасс. Назад. Всего два часа между аэропортами Кемерово и Новокузнецк по шикарной автомагистрали с разрешенной скоростью движения 130 км в час. Поэтому планировать свои путешествия в Кузбасс можно с прилетом как в Кемерово и Новокузнецк. Надеемся, в ближайшее время у нас будет построен аэропорт также рядом с горнолыжным комплексом Ширигеш. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы. В 27-м году мы планируем уже принять первых пассажиров в этой части Кузбасса. Доставка к нам станет еще более удобной. И наши туристские события на юге Кузбасса станут еще более привлекательными. Итак, мы немножечко уже рассказали о соседях нашего региона, чтобы вы ярче представляли, где же Кузбасс находится. Хочу отметить, что с востока запада и на юге Кузбасса окружают наш регион горные системы. Это Салаирский кряж, горы Кузнецкого-Латау, которые граничат с Хакасией. И на юге это горы Горной Шории, предгорье Алтайских гор. Соответственно, Кузбасс готов предложить в этих локациях интересный активный отдых, в том числе в нетронутых уголках природы. Считается, что Кузбасс промышленный регион. Мы вас не разубеждаем, и промышленный туризм у нас тоже один из самых основных направлений туризма. Но, тем не менее, более 50% территории Кузбасса – это леса. В основном это таежные массивы. Горно-таежные регионы красивые, с чистой природой, с водопадами, скалами, пещерами. Возможностью замечательных сплавов и так далее. И как раз события, различные тематические события, позволяют раскрыть потенциал туристический нашего региона и привлечь дополнительное внимание к тем или иным культурным явлениям, интересным туристским локациям. Поэтому, я думаю, что можно уже начать с первого интересного фестиваля, который называется «Про ГЕШ». Как вы знаете, на юге нашей области находится один из самых крупных в России горнолыжных комплексов – это «Шерри ГЕШ», который имеет очень хорошую развитую инфраструктуру. Понятно, что в зимний сезон эта инфраструктура работает почти с предельной нагрузкой. Сейчас этот курорт очень популярен. И для того, чтобы расширить крылья сезона, у нас проходятся два интересных фестиваля. На старте сезона – это фестиваль «Шерри ГЕШ Фест». И уже по окончании сезона замечательный фестиваль, который называется «Грелка Фест». 19-го числа у нас в эфире был Никита Гирин, директор креативного бюро «Энгира», как раз организатор данного фестиваля «Грелка Фест», который так ярко, эмоционально рассказал о событии, которое прошло в этом году. 10 фестивальных дней, 10 тематических спусков, 10 хедлайнеров. Яркая, демократичная, творческая атмосфера в этом месте как раз поддерживается этим фестивалем. Благодаря этому фестивалю «Грелка Фест», легендарному спуску в купальных костюмах, о нем узнали очень-очень многие. Конечно же, это событие дало много для развития данной локации. И вот еще один замечательный пример – событие, которое раскрывает туристский потенциал региона. Нужно сказать, что несмотря на то, что мероприятие проводит агентство по туризму Кузбасса, вот эти два события – «Грелка Фест» и «Прогеш» – это исключительно бизнес-история, не государственная, не региональная, а именно бизнес-история и непосредственно бизнес вкладывается в развитие этих событий, потому что для них важно показать себя, показать эту локацию. То есть бизнес на местах понимает необходимость и роль событийного туризма в привлечении туристского потока. И вот этот фестиваль «Прогеш» создан бизнесом Шерегеша для того, чтобы показать, что Шерегеш готов принимать гостей круглый год, в том числе летом. Чем заниматься можно летом? Вот это и призван демонстрировать этот чудесный, яркий, так же необычный молодежный тусовый фестиваль «Прогеш». Его задача – привлечь туристов в летний период. Давайте посмотрим небольшой ролик. Сегодня наше с вами общение будет построено следующим образом. Я немножко говорю, Вика включает чудесный ролик, вы смотрите. Не переживайте, если вы какой-то ролик не увидели, в чат будет выложена ссылка, вы сможете все это посмотреть дополнительно, самостоятельно, а также по окончании эфира будет вам выслана запись эфира, и вы сможете это еще раз все пересмотреть. Кроме того, обращаю ваше внимание, на верхней строке экрана ссылочка на сайт «Визит Кузбасс», где вы можете еще раз посмотреть всю информацию о наших событиях, о текущих с программой. Также на сайте агентства по туризму «Кузбасса» вы можете найти каталог событий. Слайды сегодня мы как раз вот демонстрируем на основе этого каталога. Итак, Виктория, чудесный ролик. Виктория, чудесный ролик. Виктория, чудесный ролик. Виктория, чудесный ролик. Так, мы переходим к следующему событию. Это у нас Дина Тера. Итак, мы еще сегодня вернемся с вами в замечательное место Шерегеш в рамках следующих событий. Сейчас переносимся на юг, ой, прошу прощения, на север Кемеровской области Кузбасса в палеонтологический наш комплекс Шестакова. В 1953 году здесь найдены были впервые очень редкие остатки динозавров. И сейчас это местонахождение остатков динозавров считается одним из самых значимых с научной точки зрения в мире. И агентство по туризму Кузбасса чувствует особую связь с этим местом, безусловно. Во-первых, потому что фестиваль предвестник Дина Теры в гостях у динозавра существовал здесь много лет в качестве такого местного осмотра самодеятельности, который собирал там чуть более тысячи человек. И получив поддержку агентства по туризму Кузбасса, была разработана новая интересная концепция. Как говорят разработчики, задача их была сделать так, чтобы ученые были палеонтологи такими же модными, как и рок-звезды. И я вас уверяю, свою задачу они, в общем-то, выполняют в соответствии с намеченным курсом. Два года уже проходит этот яркий фестиваль, который собирает большое количество гостей. В 2022 году 30 тысяч человек посетило этот фестиваль, а в прошлом году более 60 тысяч человек, гостей, было у нас на фестивале Дина Тера. И это не просто фестиваль, это фестиваль, который вносит большой вклад в развитие территории, чтобы все эти люди приехали и разместились. Была создана инфраструктура, как минимум 15 километров дороги к месту проведения заасфальтирована было по решению губернатора. Выделена федеральная субсидия на организацию этого фестиваля. Создано средство размещения Шестаковские усадьбы. Инфраструктура самого места проведения фестиваля развивается. То есть это не просто яркий, красивый, мощный фестиваль с интересной научной составляющей, а это еще фестиваль, который очень много дает нашему региону. Давайте посмотрим чудесное видео про фестиваль Дина Тера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Итак, в этом году мы отмечаем 125 миллионов лет и два годика нашему динозавру, психотозавру сибирскому. Этот вид динозавров обнаружен у нас здесь. Уникальность местонахождения заключается в том, что здесь обнаружены целые сочлененные скелеты динозавров. Поэтому это место так притягивает ученых. Из 2014 года раскопки здесь ведет Кузбасский краеведческий музей. И за этот период сделано очень много новых научных открытий, с которыми можно познакомиться в рамках этого фестиваля. Научные лекции нон-стоп, показ научных фильмов, выездные экспозиции музеев, удивительное шоу-программа. В этом году мы приглашаем вас 26 июня по 30 июня в деревню Шестакова в Кемеровской области в Кузбассе. Еще один фестиваль, который также проходит в Шерегеше, опять возвращаемся на юг, потому что мы сегодня не по территориальному принципу с вами путешествуем по Кузбассу, а путешествуем во времени, с начала лета до конца сезона. Некоторые даты могут быть приблизительны, поэтому, конечно же, следует все это уточнять перед тем, как вы отправляетесь в путешествие. Еще один из фестивалей горнолыжного комплекса Шерегеш – вот Эдна. Действительно, летом курорт живет, предлагает много разных активностей. Это и велосипеды, и квадроциклы, это походы в горы, хаски. И даже есть свой дайвинг-центр недалеко от горнолыжного комплекса, где вы можете сделать недорогое пробное погружение и даже подтвердить сертификат дайвера, либо пройти какие-то курсы повышения квалификации дайверской своей. И горная Шория – это место проживания малого коренного народа Кузбасса, шорцев. Именно поэтому так и называется этот регион, красиво, горная Шория. Два малых коренных народа тюркоязычных проживают на территории Кузбасса – это шорцы и териуты. Поэтому, конечно же, этнические события – это важная часть событийного туризма Кузбасса. Но вот организаторы вот Этна к нам пришли из Алтая. То есть изначально этот фестиваль много лет проводился на Алтае, вот уже несколько лет, как перебрался сюда на сектор Е горнолыжного комплекса Шерегеш, где также в чудесной, непринужденной, демократичной, яркой, молодежной, тусовой атмосфере проводится этот чудесный этнический фестиваль вот Этна. Давайте посмотрим сжигательное видео. Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз в июне мы приглашаем вас в Шерегеш на фестиваль вот Этна. Везде вы видите телефоны данных организаторов, переходы на сайты непосредственно самых событий, где можно уточнять программу, можно уточнять даты и планировать свое путешествие. Этническая тема, конечно же, объединяет представителей разных возрастов. Это чудесная история, которая действительно может достучаться до сердца каждого гостя горнолыжного комплекса Шерегеш. Помимо самого фестиваля можно также поучаствовать в каких-то этнических программах. Их сейчас разработано достаточное количество в Шерегеше. Практически пять лет назад можно было сказать, что у нас дефицит этих этнических программ экскурсионных. Сейчас они присутствуют и активно выполняют наши туроператоры на юге Кузбасса этнические экскурсионные программы. Поэтому в этот удивительный мир малого коренного населения шорцев можно погрузиться не только на фестивали, но еще и на экскурсионных программах. Работать на мастер-классах, познакомиться с носителями культуры замечательной. Культура шорцев удивительна, потому что это единственный тюркоязычный народ, который никогда не вел кочевой образ жизни. Это оседлые жители, которые жили в тайге, тайга-дом. Поэтому у народа удивительные тонкие связи с природой, ни на что не похожие ощущения окружающего мира. И погружаться в этот шорский менталитет очень интересно, увлекательно, удивительно. И туристов ждет много открытий на нашей территории. Приезжайте в Ширигеш. Теперь движемся немножечко к центру Кузбасса. Город Новокузнецк. Один из самых главных городов Кузбасса. Самый старый город, основанный в 1608 году. Очень давней историей город. Сейчас это крупный металлургический центр в России. Здесь расположен Кузнецкий металлургический комбинат, куда также можно, кстати, совершить экскурсии. Я знаю, город будет, я знаю, садок свесь, когда такие люди в стране в Советской есть. Писал Маяковский, вдохновившись историей строительства Кузнецкого металлургического комбината. И не зря я стала говорить о строительстве комбината, ведь со строителями первых пятилеток на эту территорию проникла джазовая культура. Благодаря удаленности от центра на периферии джаз здесь был всегда, он здесь варился, люди занимались джазом. И в Новокузнецке есть удивительный джаз-клуб «Геликон», муниципальный, сейчас уже государственный джаз-клуб. С прошлого года он получил статус государственного, где работают более 70 человек. То есть, представляете, каждый день эти 70 человек приходят на работу и начинают творить. Они занимаются джазом каждый день. Соответственно, все жители Новокузнецка очень трепетно относятся именно к этому направлению музыки. Встречая какие-то джазовые наши мероприятия, это всегда у местных жителей вызывает положительные эмоции. Это всегда артистам воздушные поцелуи, приветствия, широкие улыбки. То есть, это действительно культура джазовая, которая пропитывает весь город и откликается в сердце горожан и создает такую особую атмосферу, демонстрирует характер этой территории. В прошлом году при содействии Игоря Бутмана создана Академия джаза. И сейчас уже первые выпускники, первые выпускные экзамены принимает Академия джаза. Очень многие, наверное, самые-самые громкие имена джазовые отмечались в стенах этого джаз-клуба «Геликон». И ежегодно проводятся два крупных события. Это джаз у Старой крепости, который проводится в стенах непосредственно джаз-клуба. И в июле месяце проходит фестиваль «Кузня джаз», который приглашает любителей джазовой музыки. Самые ведущие топовые джаз-музыканты всего мира приезжают, чтобы показать свое мастерство. И более того, есть уже даже лист ожидания. То есть люди хотят приехать и рассказать о себе, показать себя в рамках этого фестиваля. И не всегда получается всем приехать именно в текущем году. Они записываются, секрету скажу, на следующий год, чтобы приехать и поучаствовать в этом чудесном мероприятии. Да, действительно, сибирская школа джаза. Одна из самых таких ярких, в принципе, наверное, в мире. И особенность этого фестиваля заключается в том, что он проводится в стенах музея-заповедника «Кузнецкая крепость». Это интересное такое фортификационное сооружение, единственное с Уралом такого плана, где сохранились и крепостные стены, и земляные сооружения. С панорамным видом на весь город Новокузнецк, потому что он стоит на самой высокой точке города, этот объект. Здесь соединяется история, замечательная вот такая историческая площадка, насыщенная историей города. И характер города, выраженный в музыкальных, джазовых инструментах. Чудесное мероприятие. Давайте посмотрим видео. Если останутся у вас потом будут вопросы, вы мне их сможете задать. Четвертый международный семейный опен-эйр фестиваль «Кузня джаз». Проходит на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость». Пожалуй, в самом культовом месте для джаза Кемеровской области. Международный, потому что принимают участие музыканты из нескольких стран. Опен-эйр, потому что под открытым небом. А семейный, потому что нет ничего важнее семьи. 10 часов живой музыки, более 60 музыкантов, которые являются российскими и мировыми звездами. Коллективы из Новокузнецка, Екатеринбурга, Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. И даже Республики Куба. Масштабное событие, которое прочувствовать нужно изнутри. И все это – настоящее искусство. Живое и искреннее. А большое искусство лучше познавать в большой семье. Подписывайтесь. Больше эмоций здесь. Еще одно видео. Джаз на Кузнецкой крепости – это очень узнаваемое словосочетание для новокузнечан и гостей города. Что же для них кузне-джаз? Узнаем. Слушайте, ну я каждый год бываю на фестивале, и это особая атмосфера джазовая. И вообще джаз в крови. Ну это какой-то символ, марка нашего города. Я очень люблю свой город, и для меня это важно. И фестиваль, я люблю джаз, музыку. Самый крутой открытый фестиваль, где можно себя показать, людей посмотреть и провести отлично время. Да я даже не знаю, впечатление в первую очередь, впечатление, вся жизнь она впечатление. Кстати, джаз – это еще и импровизация. Как и мое сегодняшнее общение с гостями фестиваля. Это настоящие эмоции. Подписывайся. Больше эмоций здесь. Ну что ж, приглашаем вас в июле в Новокузнецк для того, чтобы проникнуться атмосферой импровизации, джаза. Можно будет посетить также и непосредственно джаз-клуб «Геликон», который функционирует и в летний период тоже. Более того, летом часто на каких-то площадках джаз-клуб выходит с бесплатными концертами. Можно посетить и промышленные предприятия в рамках различных экскурсионных программ. В том числе новинка прошлого года – это рельсобалочный цех и сталипрокатный. Кузнецкого металлургического комбината подразделения холдинга «Евраз». Замечательная экскурсия, отработанная, качественная, которая сейчас есть в ассортименте туроператора «Белый камень». Очень много интересных и культурных событий предлагает Новокузнецк, интересных локаций. Например, цех «Горячие мали», кукольный театр, сад металлургов, очень интересный драматический театр в Новокузнецке. Кроме того, в Новокузнецке очень интересная история, связанная с нашим выдающимся общим писателем Федором Михайловичем Достоевским. Много где он был, много мест в России связано с именем Достоевского, но только в Новокузнецк. Он в Сибири именно спешил и очень хотел попасть, потому что здесь проживала его любимая женщина. Он был здесь три раза и в один из этих приездов своих в город Кузнецк. Раньше он назывался, кстати, Кузнецк. Три названия было у города – Кузнецк, Сталинск и Новокузнецк. Всего за время его существования 400-летнего. И вот в Кузнецке венчался Достоевский с своей супругой Марией Исаевой. И этому событию посвящена экспозиция в музее, в литературно-мемориальном музее Федора Михайловича Достоевского. Интереснейшая экскурсия. Тоже очень советую посетить. То есть насытиться здесь культурными явлениями, веяниями, вдохновиться. Это вот то самое место, если у вас такая задача. Еще раз возвращаемся в Шерегеш. Как вы поняли, у нас не просто события в Кузбассе, а события, которые оставляют яркий след на территории. И самый ярчайший след оставляет фестиваль «Окрашено». То есть если нам Динатера дала как минимум 15 километров асфальтированной дороги и завоевала премию «Серебряный лучник», то фестиваль «Окрашено» меняет каждый год вид поселка Шерегеш. Подозреваю, что не все из присутствующих бывали в Шерегеше. Сам горнолыжный комплекс находится в 4 километрах от поселка. Горнолыжный комплекс – это чем он отличается, например, от горнолыжных комплексов? Роза-Хутер, Красная поляна или Бобровый лог в Красноярске, где горнолыжные комплексы – это единый собственник, единая инфраструктура комплекса. То если мы говорим о Шерегеше, это много мелких, мелких, маленьких собственников. В основном это малый и средний бизнес. И, конечно же, горнолыжный комплекс Шерегеш отличается своей эклектичностью. С одной стороны, может быть, эстетически это кого-то может немножко напрягать, но с другой стороны, это как раз дает неповторимую атмосферу свободы, драйва, неформальности. Это связано как раз и с этим тонким моментом. И если у нас курортный городок, скажем так, горнолыжный комплекс находится непосредственно рядом с зоной катания, практически все отели – это скиинский аут, то есть можно выехать на лыжах и вернуться. Многие из них работают и в летний период. Это более 30 отелей, которые адаптируют свою инфраструктуру под летний отдых. Это обязательно летние бассейны подогреваемые. Это питание, которое предлагают и завтрак, и обед, и ужин. Потому что если горнолыжники в зимний сезон утром выезжают, вечером приезжают, днем практически не находятся в отеле, то в летний период нахождения в отеле, как правило, больше времени. Это и анимационные программы и для взрослых, и для детей. Такие отели летнего Шригеша стараются сделать все, чтобы гостям было комфортно и интересно. И более того, вот уже несколько лет экскурсионная программа гарантирована каждый день. Каруселькой такой вы можете каждый день выехать куда-то в какую-то интересную локацию и как предварительно заказать себе экскурсии, так и на месте спланировать свой отдых. Мы уже сегодня называли и дайвинг, замечательные квадроциклы, этнические программы, мастер-классы, и великолепный хаски-парк, и полет на воздушном шаре, и интересные трекинговые тропы, и сплавы, безусловно, и большая территория Шорского национального парка. Это большая-большая тайга, которую мы называем Таёжные джунгли, по территории сопоставима с малоевропейской страной. Вот всё это доступно для путешествия. В течение одного дня вы выехали и вернулись назад, уже вечером разместились в комфортных условиях горнолыжного комплекса Ширигеш. А вот сам посёлок Ширигеш, который находится в четырёх километрах от вот этого горнолыжного комплекса, изначально, ещё до развития горнолыжного туризма здесь, на юге Кузбасса, был центром горно-рудной промышленности у нас, горнодобывающей промышленности, вернее, на юге Кузбасса, где добывается железная руда, и, соответственно, это обыкновенный рабочий посёлок. И вот несколько лет уже фестиваль «Окрашено» преобразует объекты как самого горнолыжного комплекса, так и посёлка Ширигеш, превращая его в интересную череду арт-объектов, в интересную череду картин, которые хочется рассматривать, там хочется находиться. Это главное достижение вот этого чудесного фестиваля. Он собирает также большое количество людей, более трёх тысяч человек каждый год, с интересной развлекательной программой, а ещё это действительно творческая, чудесная история, которая меняет мир вокруг себя. И прикоснуться к этому, побыть вот в этой чудесной компании, людей-творцов, людей-деятелей, людей, меняющих мир вокруг себя, и позволяет нам этот фестиваль «Окрашено». Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» себя во владении мечом, луком, попробовать в кузнечном мастерстве. То есть все, чем занимались люди в 17 веке, вы можете попробовать здесь у нас в музее-заповеднике Томская писаница. А кроме того, вы можете посетить уникальную скалузку с наскальными рисунками, с шедеврами наскальной живописи. Можете посмотреть реконструкции различных захоронений в Сибири, шорский лук, скизек, настоящий лук, который был перевезен из горной шоры и выставлен здесь реальное здание. Даже мини-зоопарк свой есть, который получился стихийно, стали музею отдавать животных. Все началось с медведей. И сейчас это прям большой-большой интересный зоопарк, в котором также можно провести большое количество времени. А самое главное прикоснуться к интересным, качественным событиям, которые наполнены очень плотно сценарными ходами важными и позволяют погрузить людей именно в те исторические события 17 века. в период освоения Сибири. Итак, это июль месяц. Еще у нас есть несколько событий важных для вас. А, мы пока еще кто-то введем. Идем. Я думаю, что нас сегодня ждет лучший день. Всем хорошего, интересного настроения, радости. Все будет здорово. Ура! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда по государю мне указан, а когда соболя ты можешь? Глазины для лени-шкуры в казну листи для войска государя. Давай, Илья. Хорошо, хорошо. Сдам я тебе, сдам я тебе, Исаак. Много Исаака сдам. Обещаю. Но доброе. Доброе. Пошли! Переносим Тимуринск. Да, сейчас мы ненадолго перенесемся еще севернее, а потом опять вернемся в Томскую Писаницу. День сибирского купечества. На севере Кузбасса, на Транссибирской магистрали, есть чудесный город, который называется Мариинск. И интересен он тем, что в центре города сохранилась единая застройка середины конца XIX века. То есть вот как бы город застыл во времени и отсылает нас к уездному купеческому городу. Интересная архитектура, небольшие здания. Тот, кто был в Томске, например, может себе представить. Эксперты говорят, что по значению даже архитектурный вот этот единый ансамбль в Мариинске более значим, чем томские уникальные деревянные здания, отдельно стоящие. И несколько лет подряд уже в Мариинске проводится фестиваль, который называется День сибирского купечества. Действительно, город имеет давние купеческие традиции. Благодаря купцам как раз и была проложена через этот город Транссибирская магистраль, которая позволила так купцам разбогатеть. Многие богатели также в связи с тем, что было найдено золото здесь в Мариинской тайге. И история золотодобычи – это тема отдельная, которая очень ярко прослеживается и в Томске, и здесь у нас. Потому что купцы богатели практически по всей Сибири благодаря местному золоту. И очень многие купцы выступали меценатами, которые как раз и создали вот эти чудесные здания, сохранившиеся в центре города. И в эти дни мы вспоминаем традиции, мы вспоминаем русскую культуру. Интересные проходят мероприятия на территории города Мариинска. И практически около пяти тысяч туристов, только организованных в составе туристских групп, посещают этот город в дни фестиваля. Кроме интересной программы самого фестиваля, множество и объектов музейных, которые можно посетить. Это еще центр Бересты у нас на севере Кузбасса. Здесь можно посетить урок в женской гимназии, сеанс немого кино. То есть очень-очень много разных событий, которые также позволяют нам перенестись в конец XIX века, попасть вот в эту атмосферу провинциального купеческого города, понять, как люди здесь жили, как торговали, почему именно здесь был вот такой центр богатой, зажиточной купеческой жизни. Можно это все прочувствовать на себе, вкусно покушать, посмотреть интересные активности, пройтись по чудесным улицам Мариинска, которые в дни фестиваля перекрываются для общественного транспорта и любого другого. То есть они становятся пешеходными, и такая вот большая пешеходная зона, насыщенная разными тематическими активностями, вас ожидает в Мариинске. Еще хотелось бы сказать, что особое также лично у меня отношение к этому фестивалю, потому что это не административная история, хотя финансируется муниципалитетом. Это событие, эту тему выбрали сами горожане. То есть сейчас порядка 200 человек, которые так или иначе вовлечены в организацию этого фестиваля. То есть сами люди, проживающие в этом городе, организуют этот фестиваль и в течение года планируют его мероприятия, помогают, конечно же, муниципалитету в организации. И это не просто мероприятие, а мероприятие, которое объединяет весь город. И понять это, прочувствовать вы можете 26-28 июля в городе Мариинск. Колыбель сибирской торговли и купечества. Один из самых старейших городов земли Кузнецкой. Мариинск. И здесь проходит фестиваль «День сибирского купечества». С размахом и масштабом. Экскурсии, детские забавы до игры, театральный балаган, театральные состязания гиревого спорта, сеансы немого кино, трактир купеческий, мастер-классы и квесты, концерты, фейерверки и розыгрыши. На фестивале мы погружаемся в атмосферу 19 века. Мы своими глазами можем увидеть бывшие лавки купцов, училища и гимназии. Мадам, а не подскажете, да Иркутска сколько? Современная торговля всем обязана купечеству. И приезжая на этот фестиваль, мы прикасаемся к истории и становимся ее частью. И после него я с уверенностью могу сказать, я и сам своего рода купец. Подписывайся и ничего не пропустишь. Приятно было увидеть знакомые лица видеоролики. Опять возвращаемся в музей-заповедник «Томская писаница» в август месяц. И рассказываем о прекрасном фестивале, который называется «Симфоночь». Оцените задумку. Вот перед вами на данном изображении вы видите скалу под храмом. Вот как раз за текстом. Это природная скала, которая выступает как раз, скажем так, таким обрамлением нашего природного концертного зала. С одной стороны это поверхность воды реки Томи, а с другой стороны это поверхность скалы, как все это отражает звук и создается удивительная такая акустика. И в рамках вот этого природного концертного зала устанавливается сцена, рассаживаются гости в фестивале, и всю ночь звучит чудесная классическая музыка. И я знаю, что многие очень хотят посетить этот фестиваль. И не всегда он проходит именно в этом месте. То есть это все зависит от погодных, природных условий и уровня воды в реке Томи. Это может проходить на поляне, но тем не менее, когда звездная ночь, когда чистый воздух, шум природы прекращается и начинает звучать, заполнять пространство, очень красивая симфоническая музыка. Это все, конечно же, удивительные такие редкие впечатления, яркие впечатления, которые вы можете получить с 10 по 11 августа в музее-заповеднике Томская писаница. Приглашаем вас. Аккустический амфитеатр Получается симфония ночи. Симфоночь. То, что вы еще не ощущали. Начинать любить классическое искусство нужно с чего-то особенного. Например, с концерта в сибирской природе. У нас, в Кузбассе. Симфоночь, она как папоротник, расцветает один раз в году. Это ли не повод подписаться на... Ну, на сегодня это все события, о которых мы вам хотели подробно рассказать. О всех событиях в Кузбассе вы можете прочитать на сайте «Визит Кузбасс». Переход вверху страницы, вверху слайда, пожалуйста, переходите. Где вы видите уже реальные даты фестивалей, их программу. Множество у нас интересных фестивалей, которые остались за рамками нашего сегодняшнего мероприятия. И это фестиваль «Железное кружево». Это фестиваль актуального искусства из металлолома. Благодаря этому фестивалю также на улице города остаются интересные арт-объекты из металлолома. Это различные патриотические фестивали. Один из них новинка этого сезона. Это также фестиваль реконструкции. Вы уже заметили, что у нас реконструкторы активно работают в Кузбассе. Называется «Реконструкция. Первый день войны. Путь к победе». Будет этот фестиваль проведен, это мероприятие будет проведено на родине Николая Масолова. Это наш земляк, подвиг которого вдохновил скульптора на создание монумента «Воин-освободитель», который вы могли видеть в Тректо-парке. И сейчас такой же есть у нас в столице Кемеровской области Кузбасса, в городе Кемерово. И много других интересных фестивалях. Обо всем сегодня мы рассказать не успели. Приезжайте к нам, следите за нашими новостями, подписывайтесь на наши социальные сети. И мы обещаем всем, конечно же, разослать видео с сегодняшним эфиром, чтобы вы могли еще раз присмотреть и вдохновиться этими чудесными кадрами. и запланировать путешествия к нам в регион. Можем ответить даже на вопросы. У нас осталось 4 минутки эфира. Спасибо за то, что отправляете к нам туристов. Очень приятно читать такие комментарии. Коллеги, есть вопросы? Ну что ж, мы досрочно закончили, получается, наш эфир на целых 3 минуты. Благодарим всех за внимание. Если остались вопросы, вы можете всегда писать нам индивидуально. Наши все контакты есть на сайте агентства по туризму Кузбасса, где уже есть наши все рабочие контакты. Вы можете всегда написать, позвонить, и мы готовы вам порекомендовать туроператоров, готовы рассказать о корректных программах уже, фестивалей, обо всех изменениях. Будем рады сотрудничеству и всегда готовы взаимодействовать и отвечать на все ваши вопросы. Спасибо всем. Эльвира, спасибо. И ждем вас в Кузбассе. Так, ну если у нас нет вопросов, то мы заканчиваем эфир. Всего доброго. Все, всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok